Мир вам, Игнат Тихонович. Добрый день, брат Михаил. Я не понял, Игнат Тихонович, о чем вы это... Какие фото говорите? Маленько повыше сделай, чтобы голова у тебя кверху была. Вот, вот, нет, все, нормально. О чем я говорю, не понятно, да? А я говорю вот о чем, что последний ролик вы выставили, где и Витя играет, написано Наталья Приходько. А подъездом, там всегда можно давать комментарии. И я выставил обращение, это из 15-го тома открытым оком, как у нас люди пришли к Богу в общину. Они сами написали, принесли и отпечатали специально там. Ни одного слова к этому я не добавлял, не считая там священное писание в конце. Я обрамлялась стихотворением. И надо другим дать знать, особенно священникам, если можно. Я уже начал говорить, так это мы сделали, эта книга-то уже лет пять, и ни одного священника не могу найти. Они хорохорятся, а ничего нету. Вот у него бывает там больше, они лучше. Но свидетельство о самом себе это правило. Апостол Павел в деяниях апостолов только три раза рассказывает о своем обращении. Так это не один, не два, община. Какая-то община там малюсенькая. Они ничего не видят этого. Но вы своим прихожанам скажите и попросите-то. Прежде чем на меня плевать, вы сделайте подобное. Ты скажите, а у нас вот так обратились. Вот баптисты все до одного смогут это сделать. А я когда говорю, надо обратиться, это у вас сектанство. Это у вас сектанство, а не это как жупел. Сектанство Евангелие уже стало. Евангелие тысячу лет не проповедовали, это не сектанство. Да сектанты-то возникли, потому что вы все забросили. А не секты родились-то на том, что тьма кромешная была. Они вынуждены были искать что-то. Не имея представления о рукоположении, я бы дня там не был. Ну чего там, мрак и заблуждение. А вот трудишься на этом месте, и самые лютые волки, нещадящие стадо, терзают буквально. Ну а мне-то что, я знаю это от Бога. Ну ты сам видишь, кое-что только встречаешь. Какая лютость сорвалась. Изъясняются в любви. И только что нет советской власти. Сегодня вы предали немедленно, по 58 статье прокатили по ГУЛАГу они. Вот оно сергианство в живом виде. И они этого не понимают. А почему не понимают? Это внутри заложено. Мы сидели, когда на берегу, там был епископ Сергий. И я сказал ему, вы не забывайте, какая у вас крошка течет, берез Сталина, который образовали. Вам надо все время об этом молиться. Они радуются нам, дали свободу, дали свободу на крови чужих. Тысячи людей предали. Кого узнавали, где тайно по домам молятся эти. Тихоновцы всех предавали. И не кто-то, а свои. Свои. И теперь нет ни тех, ни других. Бутова было на месте. Это уже Господь положил предел вот этому безумию. Вот как надо рассуждать. А что я могу сделать? Да ничего. Я принимаю с радостью. Ангел сатаны жалит плоть. А мне это благодать. Слишком великое Бог дал дело. И довольна для тебя благодатью моей. Я так понимаю. Я тоже так же понимаю, Игнатий Ильич. Ну да я знаю, ты понимаешь так. Сейчас на меня вышел один армянин. Мы в Москве встречались. Я ролик подготовлю. Ну беседовали так. Я знаю, как в Армении. Это тоже дело-то аховое. Ну, они тоже... Я ничего не буду говорить про Армению. Вот про... Я расскажу случай это. Я пришел к сектантам. К нашим баптистам. И они меня окружили. И давай расспрашивайте, о чем они меня спрашивали. Как ты уверовал? Рожден ли ты свыше? Да. Вот им надо было именно узнать, рожден ли я свыше или нет. Вот и вопрос. Это любовь. А нашим скажут, папам, наконец, умирают. Сектант, 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 сектант. Их трясущая бьет. Они бесноватые в этом вопросе. Я спросил вопрос, который заповедано спрашивать. Это заповедано всякому требующему вас отчета. Дать ответ скротостью, благоговоря. Они бешено кидаются. Ну, считай 1 Петра 3 глава, 15 стих. Это не мое требование. Это Дух Святой через Петра говорит. Ты этим самым утверждаешься. Ничего нет. Ну, попробуй, у тебя община небольшая, допустим, 20 человек. 20. И попроси, чтобы 20 человек рассказали, как обратились. И почитай наше. И разницу сделаешь или не сделаешь. Я же ничего не прошу-то. Вот за самый этот вопрос уже простить не могут. Я понял, священники, почему они такие? Они привыкли, что к ним только вот такой человек подходил. А чтобы стоял, они этого не понимают. Вот, грешный многогрешный. Теперь он уже склонился под Петрахиль. Дальше никак. Они не дают развиваться. Почему мракобесием считают все? Да потому что все заглушили. Я-то ничего не беру, ни науку, ничего, а только живое слово. Ну, дайте людям Евангелие, дайте Евангелие. Спросите, как обратились. И вы увидите, что они не обращенные. У них не было встречи с Богом. Они ходят, потому что надо, ну надо, я же умру. Ходят и ходят и ходят. Стоят столбами на этих акафистах. Успеть вовремя исповедоваться, пока не умер. Да. Главный рот разинь. Приезжают к нему, у него пепельница, исповедуют. Я знаю, тут близкий-то был человек такой. Ну, кого он разговаривать уже не может, язык парализовало. Ну, называется глухая исповедь. Где они такую изобрели? Глухая исповедь. Он отрицал намертво. Ну, не может, он глазами хлопает, дескать, не хочу. Он даже плюнуть на вас не может. Совершенно. Нет, ему рот раздевают, его зафиксируют, чтобы он не закрылся. И в рот толкнули, все, батюшка выполнил свою миссию. Кощунство, боговульство, самое настоящее. Все таинства извращены. И продолжают крещать, буйствовать. Это перед концом. Вот как было у евреев перед разрушением Иерусалима. Так эти. Россия стоит на грани исчезновения. Я сегодня выставил материал вот здесь вот. Напротив одной там зауральской где-то дивизии 109 китайских стоят. Готовы двинуться мгновенно. В самом современном оружии. Там дружба, как один шагает. А здесь в армии дедовщина. Друг друга уничтожают. Спрашивают в Израиле. Там я ролик смотрел. Есть дедовщина? Этого слова даже не знают. Никто этого не знает. Они родные, близкие, как вот чеченцы. Попробуй одного тронь в армии там. Они забаррикадировали с 15 человек. Их дивизия не может взять. Пока родственники депутаты не приехали, а разблокировали. Я все это знаю. Я сам прошел армию. Четыре года служил. Ну вот. И видел это. Как даже части расформировали из-за неуставных взаимоотношений. Да. Вот это я был свидетелем всего этого. Ну это можно понять-то, что что-то не то есть. Но покаяться никак. Вот привыкли на своем месте держаться. А то ну вздрогни. Посмотри евангельским взором. Сектанство. Это признаки сектанства. Признаки сектанства. Где вы такое нашли? Я говорю, по Евангелию. Покажи, что я говорю не по Евангелию, не по Библии. Один не может показать этого. А свои толкования наворачивает филаретов. Ой-ой-ой. Бедная Россия. Что она получила в наследие? Да, это именно свидетельство того, что, как вы говорите, что-то будет, конец какой-то должен быть наступить. Дальше уже некуда идти. Главное, что храмы, 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 храмы. И схромались. Храмы, храмы, храмы. И народ-то ничего не знает. Один яговист, свидетель Яговы, или баптист, он сотню православных повалит. Беседит. Они еще не могут. Не могут, не знают. А вроде занимаются, занимаются. Доведи до дела, чтобы они могли пойти, свидетельствовать. Я телефон выключу. Давай. А что выключишь? Телефон. А-а. Чтобы не мешало нам. Я подумал, свет выключишь, он у тебя нормально, хорошо горит. Нет. Нина-то здоровая, ничего? Нина в расстроенных чувствах. А, чего? Пришел отец Дмитрий, помните, вы тогда фотографировались в храме в Осинниках. Да, я помню. Еще там он это, вам. Вот так вот поставили, там подписали, идет к сзади реза, говорит. Да. Так он это что? Он говорит, отец Сергий, ты схему применимал? Он говорит, да нет. Тебе надо схему срочно принять. И в общем, они собрались в пятницу его делать схимником, отца Сергия. И Нина расстроена. Народу, говорит, придет там много. И будут тут колготиться все. Ну а что, всем расстроилась? Это они делают, как им надо. А что ее расстроило-то? Ну, расстроило, что, во-первых, это все это пустое. Ну а что сделаешь-то? Да, спасение-то никакой роли-то не играет это все. Это все кукольный актеатр. Вот. И поэтому она и так это в расстроенных чувствах там немного это. Я говорю, успокойся. Ну пускай делает то, что делает. Все, да? И что делаешь, говорит, делай скорее. Ты ухаживаешь, от тебя это никуда не уйдет. Они почему-то думают, что если схему примет, то значит, это ангельский чин, который это им пропуск сразу в рай получается. Так что... Ну да. Вот интересно, люди взрослые, и уже такие старички, а вот такой верят. Порща. Больше Евангелия не нужно. Вот это все придумают. Вот представь себе, Иван Грозный, что не вытворял? Тысячи душ. Но когда уже язык высунулся, давай скорее ему схему. Ну да. И с Александром Невским та же самая история. Полумертвый. Шевелить язык не шевелится, схему принять надо. Почему? Вот это самое, их называют круги, мытарство, шрастры. Вот как это у Гитлера понимали. Он скорее решил, какого числа с собой покончить, чтобы там быть тоже на высоте. Только по-другому. Что вы их осуждаете, когда сами-то делаете? Откуда лучше, выше-то, когда ты раб рабов? Один батюшка с Москвы. Но вот сейчас он уже за штатом. Мы с ним разговариваем. Он говорит, сначала нужно, чтобы прихожане читали, я говорю, священное писание. Нет, не священное писание. Надо жития святых. Потом толкование святых отцов. А потом уже, говорит, священное писание. Я говорю, ты, батюшка Николай, ты же академию закончил, а такому учишь народ. Нет, вот так вот мы это должны делать. А то они начитаются Евангелие, Библии. Ну вообще это, просто у меня слов нету, можно сказать. Ну до того, говорят, что, ну что, кажется, уже совсем это, вроде. И вот это меня убивает еще, знаете, отторжение. Вот, как вот начнешь говорить, между нами как стена встает. Все, православный. И я как, они на меня как, на такого, с подозрением, как на врага на какого-то смотрят. Одна девушка там даже, давай крестить. Ну она уже не девушка, конечно. Я говорю, Библия, Слово Божие. Ну и так поговорили, что читать надо, что крещение погружением должно быть. И пошел от нее. Она смотрю, поворачиваюсь, и она меня крестит. Я потом ее встречаю. Ты зачем меня крестила-то? Да как зачем? Ты же сказал Слово Божие, что Библия. Я говорю, Патриарх говорит Слово Божие. А ты, хочешь, я тебе принесу видеоролик и покажу, где Патриарх называет Библию Словом Божиим. Бесполезно, я не мог ей ничего доказать. И священник ничего не понимает и говорит, у него все в порядке, у него хорошие прихожане. Он не понимает, я о чем говорю. Я говорить даже не хочу, я могу только плакать и молиться. Хотя я знаю, что спрос с него будет больше, чем с меня. Ну, конечно. Вы отвечаете за самого себя, собственно говоря. Только, да. Так я-то ему по Писанию. Да, за тех, для которых он стал называться отцом. Ну и будь отцом. А если ты не отец, то их это... Какой ты отец? Если ты их прямым ходом ведешь туда, где сатана будет. Интересно, мне сейчас сообщают, ну разные-разные люди. Представь себе, из Украины, с разных мест. Там другие где-то, российские города. Стали они говорить по Евангелию. Священники еще не анапими их предают. Да. Да вы сектанты, да вы... Меня, говорит, сейчас везде, их кто-то там руководит из Почаева-то. Его не слушайте на такого-то. И все, говорит. Я до всех стал сектантом. Я какой сектант? Он даже вообще не знает ничего, кроме православия. Но я, говорит, твердо держусь. Буду проповедовать. Буду. Вот когда я пришел в церковь, я потом, ну, обряд изучал. Был на клиросе, пел там это, службу изучал. Но 9 месяцев, которые я в Новосибирске прожил, 9 месяцев, у меня не было, над моей головой не было никого. Я сам занимался. Я обращался к Богу напрямую. Ходил в библиотеку, читал. Это начало 90-х. Вот это свобода была. А потом меня сразу зажали. Сказали, вот это вот ты должен батюшку почитать. Что он скажет, то это значит, это как от Бога благословение получаешь. Наставление. Я верил этому всему, верил. Но пока вот эти противоречия, как бы говорят, не накопились до такой степени, что уже невозможно было не видеть, что не сходится совершенно. То, что говорят, и Слово Божие. Я говорю, батюшка, зачем на, допустим, ну, простой вопрос. Поет отче наш, ходит с этими старелками, собирает денежку. Ведь мы молимся, это нам мешает. Молчок вообще нет. Ну, в общем, потом уже благодаря тому, что именно вашим книгам и вашим проповедям я вышел, вот как бы, понимаете, открылось. Я сначала думал, куда же я попал. Вроде Бог меня напрямую привел в православие, истинная церковь. И у меня, ну, вот, именно благодаря тому, что вы написали, значит, книгам вашим проповедям, вот это вот видение увидел я все, как это есть на самом деле. То есть руки-то не опускаются, а наоборот, когда читаешь ваши книги и слушаешь проповеди, и наоборот, и это более сильный, как бы, вера у тебя укрепляется. А те, кто против идет книг, они говорят, что отталкивают от церкви. Я могу своей жизнью доказать, как, ну, кто, конечно, меня будет слушать, но факт остается фактом, что если бы я вас не встретил, я бы, может быть, и вышел из церкви даже. Вот и все. То есть мое внутреннее состояние мне подсказывает и утверждает, что вы правы, и вы именно то говорите, то, что говорит апостол Павел, и апостолы, и чему учили. Ну, в общем, совершенно нет противоречия. И поэтому я бывает, даже вот кто-то начинает нападать, у меня в разбег мысли, что же сказать-то, вот сразу и не найдешься, потому что очевидные вещи вроде это, и не понимают люди, вот. А тут отец Сергий, вот, что-то он на вас, наверное, стал нападать. Сергий стал нападать, ему сколько лет? Ну, сколько лет, я не знаю ему. Ну, 90 с лишним. Нет, отец Сергий Дудин. А, ну я про это говорю. Я думал, это ваш, который Сергий-то. А я это его спрашиваю, вот, совсем недавно привез, вот, отпечатал фотографии, где вы с епископом Сергием. Да. Где отец Иаким там в алтаре с ним сфотографирован. И где вот это вот было написано именно от епархии, что епископ Сергий был в Платеряевке. Я привез, не, не говорю, не, но ты прочитай ему. Она прочитала. Потом я уехал, потом опять приехал. Батюшка, ну что вы скажете? Почему это вот вы решили, что Игнат Тихонович, он это, ну, раскольник там, сектант. Видите вы, что он молится с нашими епископами, которые Максим, Сергий. Я ничего не хочу говорить, я ничего не хочу говорить. А за глаза с людьми разговаривает, беседует об этом. И, в общем, он, вот эту схему он с радостью принимает. А то, что я говорю, батюшка, вы же крестили людей неправильно. Вы же понимаете, что неправильно. Это он как будто, это я, ну, ну, мне кажется, что у меня не хватает и авторитета перед ним. Кто ты такой, что ты там говоришь мне? Ну, и, во-вторых, это непонятно. То есть, я понимаю так, что, ну, Бог видение ему закрыл просто-напросто. Он не видит греха-то этого. А вот с химу радость, радость такая. Нина говорит, что он там, это, довольный ходит. Меня зовет к себе. Ну, ладно, это человек старый, ему же за 90 лет, да? У него разум-то работает. Нет, наверное, говорит уже. Трудно выпаривать бочку, в которой хранили деготь. У нас бабушка так говорила. У него, вот когда был, сколько раз он сказал, ну-ка, Миша, давай-ка, сыночек мой, откроем-ка Библию, что она нам говорит, а то по ней Бог будет судить-то. Да вы них на тысячу не найдете ни у кого, чтобы так говорили. Ни Гурьянова, ни Крестьянкина, никто. Я, кстати, вам, я обратил внимание, когда вот я с ним познакомился, он для меня был как, ну, такой авторитет. В общем, я думал, что он меня научит чему-то, ну, научит вере по-настоящему. Я прихожу, выписываю вопросы по Священному Писанию, прихожу, батюшка, вот это, он это ничего мне не говорит, просто это феофилакта болгарского, правда, даст, и я читаю. А потом я обратил внимание, что он вообще Священное Писание в руки не берет. Он мне дал Священное Писание, Библию. Я ее открыл, она новая, ну, совершенно новая. Там ни одного листочка, это, как говорится, нету, это помятого или еще как-то, ну, не видно, что новая. Я думаю, и я тогда думаю, как так, священник это не читает Священное Писание? Мне было удивительно, странно тогда. Ну, потом уже это, вот я пришел, ну, говорю это, если бы, вот, действительно Бог дает таких людей, которые могут тебе повезти туда, куда надо, если ты ищешь действительно, и ищешь правды, а не просто не это, если ты равнодушен, то вот, то лжи какой-то неправде, то ты так и будешь плыть по течению. Но когда в тебе все время вот это вот неприятие, вот ты обман, лжи живет, и ты все время хочешь найти, выйти, понять, разобраться, и тем более, когда обращаешься к Богу, то Господь тебе приводит таких людей навстречу, дает, которые тебе, ну, подсказывают, помогают и направляют. Ну, я вот, собственно говоря, вас так считаю, что вы от Бога. Я потом прочитаю немножко, вот, в Священном Писании Господь говорит об этом. Сейчас послушаешь маленько, вот. Вот. Это Евангелие... Где-то у меня не захватил я его. Пришел свести. И какое-то слово не так... Вот оно где. Иоанн 8, 43. Евангелие от Иоанна. Господь говорит так. Почему вы не понимаете речи Моей? Она решит его, Христа, звучит и сегодня, когда мы читаем. Потому что не можете слышать Слово Моего. Они стояли вокруг его. Он говорил на родном арамейском языке. И они не понимали его. И дальше 44 стих. Я его первый, который заучил из всей Библии, когда стал читать. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Что не по-божьему, это все от дьявола. Петр сказал такой, да Господи, да не будет с тобой, отойди от меня, сатана. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. И во всех этих делах, которые люди делают вопреки Писанию, нет истины. Когда говорит ложь, говорит свое. Ибо он лжится, отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Но это буквально сегодня. Кто из вас обличит меня в неправде? Я ко всем ставлю. Но обличите. Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает Слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Они ему не могли этого простить. На это люди отвечали, сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин, то есть ты сектант, что бес в тебе. Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. И вот однажды в Евангелии от Луки мы считаем, Господь говорит слово, говорит об очень важном деле. А они этого не понимают. Настолько не понимают, что вообще не понимают. А он говорит им слова какие. Это где, Игорь Тихонович? Он говорит, огонь с неба. Я зарядился сейчас, там не совсем получилось. Не нашел тут, а так это. Возгорелся сейчас. Вот, и все, теперь я, видимо, найду. Посмотри. Нет, опять нет. Огонь с неба. Томлюсь. Это редкие такие слова, я стараюсь. А, нашел. 12.49, да? Да, 12.49, Евангелие от Луки. Огонь пришел. Нашел? Огонь пришел я не звезти на землю. Он, да. Чтобы он уже возгорелся. Вот. Они не понимают его речи. Почему огонь не сошел Духа Святого? Они не понимают. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся? Как я томлюсь, как бы здесь. Ожидают, томлюсь. И так говорят в оригинале. То есть они совершенно не понимали его речи. Почему Дух Святой еще не коснулся? Вот торговля идет в храме. Мне не надо много объяснять. Я знаю, Христос еще туда не приходил. Где он пришел, там он выбросил торговлю. Выбросил. А это вот, ну, и они, главное, умничают. А что умничают-то? Умничают вот в чем. Вот. Огонь пришел не звезти на землю. Дальше, говорит, разделятся. Лисы меры. Лисо земли и небо распознавать умеете. А этого не понимают. Говорит, а думал, правитель или блаженный раб, который так будет. Вот. А они не понимают его речи. Совершенно не понимают. А что можно с них спросить? И спрашивать не еще. Господь, как я томлюсь, когда это совершится? Вот он томился в этом. И как заключенный в тюрьму. Такое говорит тут слово томлюсь. По-гречески смысл такой. И поэтому, сколько бы ты ни говорил, они этого не понимают. Для них это чуждая речь. Человек не считает Евангелию. Для него это чуждо. Они сейчас переведены неправильно, попы. Они настолько далеки от Бога. Понятия даже никакого нет. А кто бы переводил ее? Переведено это. Лучше-то они не переведут никак. Да таких переводчиков просто нету. Чего лучше-то переведешь? Сотни миллионов вышло. Миллионы людей обратились ко Христу по этой Библии. Но они что угодно говорят, лишь бы люди не обращались. Это не сыны Божии. Ваш отец говорит, дьявол. Вы хотите исполнять его похоти. Щелоко-убийца. И вам надо идти воевать, воевать. Попы за войну, за войну везде. Они первые пострадают в этой мясорубке. И главное не о том, чтобы людей удержать от войны. Там украинские благословляют, эти отсюда. О сатане по-другому не скажу никак. Кого вы защищаете там? Добровольцы там идут, одобряют их. Ну а как? Ну они отделились. А Чечню-то чего вы не отделили? Она отделялась, вы ее давили и громили. И те так же делают. Украинская это власть. Еще она отдаст области свои. А там и в Одессе вначале, и везде. Ну маленько-то гляньте, не предвзято. Не по двойному стандарту. А вот что они там делают, он убивает. Про это я не знаю. Я знаю, что кровь проливать нельзя. Да. За кровь взыщется. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. Да. А про них, получается, их конец погибели, их бог чрева. И слава их стране. Я только спрошу, Нина-то из-за чего там беспокоится? Ну вот я говорю, что она беспокоится, во-первых, что беспокойство лишнее. Какое именно? Что один раз-то придут, какое-то беспокойство. Но они его один раз постригут, но не каждый же день будут стрижь его. Чего она беспокоится? Ну и во-вторых, что она считает, что обряд он не нужен отцу Сергию. Понятно, не нужен. Но он имеет на это право. И он это желает, они его толкают. Не надо этого делать. Но она не препятствует. Ну и пускай не беспокоится. Сердце пусть успокоится. Скажу, он это избрал. Это его участь. Не надо, никогда не надо мешать. У него свобода. Даже свободы бог не отнимает. Тут мы, конечно, это не можем. Нагадать что-то, то, что он решил, и они решили. Тут уже их путь, как говорится. Ему это ничего не изменится. Если характер его сделается хуже, потерпит. Она для Бога старается. Она очень добрая. Потерпеть-то можно. Конечно. Да и нужно потерпеть. Воистину так. Какие у тебя, может, вопросы еще накопились? Нет? Ты все знаешь. Не все я знаю. Но, Игнат Тихонович, прежде чем задать вопрос, я ищу в ваших книгах, проповедях. Вот это правильный вопрос. И поэтому, когда... А зачем просто так задавать вопрос? Да. Тем более, если знаете поисковик на форуме, на ютубе, на сайте, вы там найдете все. Я ничего нового не могу сказать, потому что только на сайте 4124 вопроса. Проповеди, аудиопроповеди. Вот я слушаю аудиопроповеди, мне они очень нравятся. И нравится, я слушаю, что вот что-то я чего-то не знаю, допустим, о... или, вернее, как вот, я, допустим, вот, не, ну, не знаю. Я как бы отложил это в сторону, думаю, придет время, я узнаю. И тут раз, и мне открывается вот это вот и все. Я узнал, знаю. Я знаю, что, во-первых, это и мне полезно, и я могу людям сказать. То есть я могу уже не просто так это импровизировать перед людьми, а уже в моем сознании уже есть понимание правильного ответа, как я могу сказать. А я могу импровизировать тоже, допустим, как вот бывает, что не знаешь и тут же что-то придумываешь. А вот то, что вы, вот правильно, вот я вот обратил внимание, что говорят, вы повторяетесь, повторяетесь. Вы не повторяетесь, а говорите именно то, что нужно. Если люди не понимают, им приходится повторять по много раз. 1900 раз слово «придите», Христос говорит, это не повторение. Иногда целые стихи, псалмы, как 13-й, 52-й, букву в букву повторяются. Это он один сидел и повторял, что ему было повторять-то? А я-то не один, мне вопрос новый человек задает. Я ему говорю там-то, он говорит, я не найду вопрос-то, ответьте. Второй человек подошел, уже повтор. Учительница каждый год повторяет одно и то же по классам. Все учителя повторяют всю жизнь одно и то же. Почему к ним никакого претензия нет? Потому что это новые люди. И давайте посмотрим, что это ученик. Ученик пришел и спрашивает. Он в школу не ходит, у него вся школа, что он пришел сюда. Поэтому я уже стараюсь отнекиваться, но ничего не могу сделать. Он задает вопрос, но по другим углом как бы. Я не могу ничего сделать. То, что вы отвечаете, это вы... Это хорошо делать, Игнат Тихонович. И даже я вот помню женщине, вы отвечали, такая полная такая была. Из Москвы, которая. Но она такие вроде вопросы какие-то детские, наивные задает. И вы так спокойно, хорошо ей отвечали. Это просто приятно послушать и посмотреть. Да, вот Сергей вот это взял, второй это с Юлей беседуем-то. Он там вставил сколько, какой он молодец. Я его оставлю себе как образец. Я ничего этого делать не могу. Я просто, если из скайпа, то оно не ужимается. Так и ставится. Поставил и все, и замок повешу, а он снимет, когда надо. У нас тут распределено где-то. А если не по скайпу, тогда два. Но ему некогда было. Я сильно затруднял. Который отдельными роликами маленькими слепить, я не могу. Он говорит, я согласен. Я не понимаю, как он может делать, шевелить и вставлять. Тут руки-ноги есть, и то ума не приложишь. Это-то и удивительно, что люди умные, толковые. А Бог выбрал такого, который ничего практически не может. Казалось бы. И делает больше всех, которые, ну, как говорится, там, собственно говоря, и в сравнение никакое не идут. Это вот чудо настоящее. Да. Все чудо. И кто бы что ни говорил, а вот эти, которые под роликом «Приходь-ка Наталья», там писали 74 свидетельства. И там вопросы-ответы. И мне задают вопрос. А вот ходили там, раздавали визитки, кто-нибудь обратился. И там как раз душа, которая обратилась. Одна. Ходили по домам. Еще обратилась душа. Да она ушла в московскую патриархию. Неважно, она обрела Бога. Мы к себе и не звали. Но раз обратилась, пожелала, попросилась, мы приняли. Я говорю, пошла, благослови ее, Господи. Я знаю, только ей лучше там не будет. А то все равно, что вагон, я хотя говорю, в котором все прибрано, чистота и свои люди, и зайти там, где пьяно, где все переблеванное, еще сравнивать-то. Да и неприцепленный вагон стоит отдельно. Руками катить будете. Я сделал все, что мог, больше не могу. А то, что вот это поношение, нам-то оно не только верует, но и страдать, Павел говорит. Блаженные, когда понесут имя, как ни угодно, они решают угодно. И говорят, нет ему спасения в Боге. Давай там, Салом. Нет ему. Конечно, укор сильный, но решает-то Бог, не они. И это должно быть так. Это довольна тебя, благодатью моя. Я благодарю Бога за всех гонителей, чтобы просили. Вот он, допустим, нападает на меня, а он не знает, я усиливаю молитву. Пощади его, Господи. Он прожил всю жизнь в рабстве, он никогда свободным не был. Вот, свободным несколько дней побыл Андрей Кураев, они его сживали. Они и молитвы специальные, там, анапиями, говорят, придают, мне сообщают, что. Это невероятно. Не посмотрели на его заслуги, ни на что. А что взял? Значит, вот это садомский грех крепко проник. Так они со всех сторон начали. А Андрея в этом вопросе 2 миллиарда мусульман поддержат. Да и все благочестивые люди и католики поддержат. Ну да. Вот он начал открывать людям глаза на то, что как там с деньгами обращаются. Да. Священники и бископаты. А то это деньги тоже, это все такие вопросы, которые не хотят на поверхности, чтобы они были. Я просто сказал в ходе разговора, Бог дал мне свободу. И они мне этого простить не могут. Я священников очень хорошо понимаю. Представь, он, когда становится священником, он понимает, теперь передо мной поди низ. Поди низ. Это когда гнали какая-то такая, офицер какой-нибудь, щеголь, и гонит на дорогих лошадях, и кричит, поди низ, поди низ, все падайте. Иначе он затопчет. И вот они мне кричат, а я не падаю. Вот понимаешь, нет, атаман кричит, а Мардахей не падает. И он тогда решил весь народ истребить. Он его и сектантом как угодно называет. Я не падаю. Почему? Потому что я весть Божию несу. Я не имею права им перед ними горбатиться. Я стою прямо и отвечаю, так сказал Господь. И показываю на небо. А они привыкли людей видеть перед собой только вот такие вот крючки, чтобы склонился. И тогда он с ним разговаривает свыше. Я хожу на Исподь, что еще надо-то? В любом вопросе, где бы я ни сказал, даже правильный некуда. Они начинают, а вот там, а вот эпитемию теперь не могут понести, не могут теперь любой священник. Да вы все повязаны этим. Вы погибшие. Ваших имен нет на небе. Златоуст говорит, гибнет тот, кто допускает его до причастия и кто исповедует. Я не могу, а скажите, а какая причина, что вы раньше срока до 30 лет, рукополагаясь, из Пресвитера? Какая? Ничего нет, кроме того, что безумие. Правило-то, оно есть. 14-15, 6-й Вселенский собор. Чего тебе еще надо-то? И сплошь и рядом. И патриарх, рукоположен неправильно, и Алфеев. Все. То редко-редко, может, один процент только, которые, ну, просто сидит, он задержался, и все, а так все. Они каноны топчут все. И хотят, чтобы мы были такие, как они. Я не могу быть таким. Мне не дано на это право. Я внутренне не могу. Даже вот я бы сейчас был в московской патриархии, а не в русской православной зарубежной церкви, которая приняла акт о каноническом общении. И я все равно, если был под ними, я не могу подчиниться. У меня одна единственная душа. Они меня будут... А тут еще они не могут сделать. Мы не под их юрисдикции. Они нам неприкасаемы. Но я нигде на них не зарываюсь. Я просто свидетельствую. Так говорит Господь Бог. И на этом все сказано. Они меня этого никогда не простят. Никогда. А вы горды. Вы никому не покоряетесь. Кому? Слово по кому ты из большой буквы зачем пишешь-то? Я покоряюсь моему Господу Богу. Святым Пророком. Этого разве мало? А они мои учителя. Мою душу вы не коверкали. В семинариях я не учился. Поэтому оправдывать безумие не умею. Беззаконие возводить в оригинал не умею. Я многого не умею. Меня Бог мой учил. Я у ног его сидел. Ты в семинарии четыре года корежил душу. А я пятьдесят лет, как росток перед Богом, к небу тянусь только. Я вот сегодня маленький ролик тут вставил. Один тут видел что-то про меня. Вставил и дальше я говорю. Так теперь как на меня попыток кинуться? Он видит, что я все время лечу с какой-то скоростью, на какой высоте. Там ролик такой будет. Я уже его закачал. Но Сергей снимет с него когда. И теперь это, если человек видит, что он летает, это прелесть. А не с апреля этой прелести. И в чем же эта прелесть моя? Конкретно. Я спал. В это время другой человек мне написал. Это прелесть. Но я во сне вижу, что я лечу. Лечу. Пятьдесят лет у меня сон повторяется постоянно. Постоянно я объясняю, какой он сон этот. Что я у кого украл. Я не должен рассказывать его. Или что моя вина-то в чем? Сны я сам себе не заказываю. Я не хочу его. Он меня прямо показывает Господь. Показывает, как они сидят. Надо мной суд ведут. Столы, где поставлено. Я выходил на поле, показывал, как они. Я говорю, я показываю. Причаститься надо. А протеерей выказывает. Вот тебе причастие. А я уже в тюрьме вижу. В тюрьме. Он на нем вот так вот и сидит красным полотном. Стол закрытый. А до этого было простое дело мыть бутылки. Кто чище вымоет-то? Большие бутылки с молока. Я мою. И слышу, как сзади меня, там, видимо, священник ударил. Бутылка обломилась. И прямо в позвоночник мне. И попала зараза. Я отнятые руки. У меня уже все. Ну, сон-то в руку, как говорят. Определенный. Я его не заказывал. Я не мог такой сценарий составить. Но я понял, это обо мне идет речь. Но я молился. И ко мне два раза священники приезжали в тюрьму и причастили меня. И я им благодарен до страшного суда. Вот так. Да. Вот это. К вашим словам. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои, грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. То есть в прежнем времени умрешь. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. А кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Так они мне какую вину-то ставят? Ты даже никогда не додумаешь. А вы никого не слушаете. Вы любите только тех, которые льстят вам. Это мне льстят. Ой-ой-ой. Может быть, меня в многоженстве еще обвинят. Еще только чего только не придумывают. Как они мне льстят, люди. Отец Кирилл Сахаров приехал, это он мне льстить приехал сюда. Игумен Московской Патриархии. Отец Наум, там, грузинская, он еще льстить приехал сюда. Я слов этих даже не знаю. Зависть. Зависть. Завидовать могут они, но достичь того, что мне Бог дал, они никогда не достигнут. Потому что здесь должен дух свободы быть. А он все время смотрит, приглядывается, как Андрей Кураев. А мне, говорит, Игнатьеву все равно, что скажет оно. А мне не все равно, что епископ скажет. Почему Андрей Кураев это все увидел? А они этого не могут увидеть. Игнатьев, говорит, ничего своего-то не говорит. Он просто поднял забытые нами пласты. Пласты поднял. Это говорил, когда на него гонения не было. У нас дружбы-то с ним и такой не было. И он, главное, не побоялся сказать. Игнатьев меня, говорит, по всем кочкам протащил. Я взял, зарядил и узнал. 120 раз я упоминаю о нем в своих книгах. Очень строгие слова. Но не то, что по ненависти. Но он не обиделся. Самое главное, что у него никакой... Да, да, да. У него все мои книги, 38 книг. А если бы надулся, тогда с ним разговоры бы никакого не получил. Ну, он-то это понял, что я люблю его, люблю. Его выкидывает. Андрюша, приезжай сюда, у меня будешь жить здесь. Ты не умрешь, пока я живой. И меня не будет, друзья прокормят тебя. Будешь работать. Я ему в интернете сказал. А кто его знает? Может быть, и не приедет? А почему и нет? Да. Я и патриарха приму. Потому что там его положение не такое хорошее у Андрея Кураева. Ну, я ему сказал. Если Господь положит на сердце, он меня найдет. У тебя вопрос-то есть еще? Нет, Игнат Тихонович. Я рад, что ты зашел, дорогой наш друг. Я рад, что вы с вами поговорили. Да, Нине еще подай от меня поклон. Я тебе говорил, что когда я ездил, были со мной братья наши, ну, в разных поездках разные были, шифера разные. И бывали те, которые еще что-то говорили не так. Я всегда говорил, скажите, вот Михаил Кальмаев, ты мог это сказать или нет? Все говорят, нет, не мог. Я говорю, он ко мне тайно подходил, Михаил, когда уже на остановке были вечером, когда никого нет, обнимал меня, говорит, как я рад, что я попал с вами в эту поездку. Как многому я научился, так было? Игнат Тихонович, а я... Я спрашиваю, так было? Так, так, так было. Когда я видел, что братья спорят с вами, а я думал про себя, а как бы я себя повел в этой ситуации? Смог бы я вот проехать, ну, и не зароптать. Вот проверял себя все-таки. И думал, что трудно было бы тоже. А что трудно-то, объясни, чтобы ты знал. А не знаю, что трудно. Еще трудно, я есть никому не запрещал. Ехали вместе, вставали вместе, молились вместе. Что трудного-то, объясните мне, трудного. А трудность в чем заключается? Если самость во мне есть еще, она может это вылезти наружу. Где я эту самость трогал-то? Вот это мне момент, покажите. Где я на нее, на вашу самость-то наступал? О, это как раз самое главное ваше это действие. В каком моменте я поступал-то неправильно? А я вот вам помните, расскажу. Когда вы приехали, и мы там что сделали? Надо было ролики перекачать. А вы пошли к Игорю помогать. А я помню, что вы сидите и думаете, что вы такой-то, ну, какой-то сердитый. Ну, то, что не то, не сердитый, а не такой, как обычно. А потом, потом Володя утром прибегает рано-рано. Вставай, вставай быстрее. Пошли, приходим, а вы меня так отчитали. Ну, может быть, это и не сильно отчитали, но, по крайней мере, отчитали. А я думаю, за что же он меня отчитал-то? А потом думаю, ну, за что? Стал в себе копаться, ковыряться. И понимаете, я понял, за что. Я понял, что я виноват. И что это, вы абсолютно правы были в этом случае. А сначала непонимание, сначала думаю, за что, почему так. Какая-то там внутри-то зашевелилась. Но тут же, когда начинаешь в себе самом разбираться, и оказалось, да, действительно, Игнатих Иванович прав. Дело в том, что договорились, едете, все, скорость вы придерживаете. Какая есть, не больше, есть. Но, когда останавливаетесь на ночевку, не съезжать, пока я не проверю дорогу. Нет ли там топкого места. Нас никто не вытащит. Что я сказал не так-то? Игнатих Иванович, вы все так говорите. Но у вас есть такое искусство, показывать внутренний мир человека. Он вылазит наружу. И он не остается таким, какой есть. Он все равно проявит себя. И вы его именно подталкиваете к тому, чтобы он сам себя увидел, какой он есть. Понимаете? И вот это вот, если человек это понимает, когда с вами общается, то он от вас не отойдет. А если он не понимает этого, то он не вынесет этого. А это внутренний мир. Да, абсолютно точно. Вот это вот и есть главное. Вот главное. Вот сидит, ну, едем, один из наших братьев. Ну, только уже ехать. Уже приезжаем, Кемеровская там область, уже недалеко до Алтайского края. Я говорю, у тебя какие отношения с тещей? Ну, зачем бы мне было спрашивать-то? А я-то все знаю. А мы с тещей-то дружим. Да вот такие. Понимаешь, удобный момент. Мы едем дорогой, все время молимся. Позвони ей. Повинись перед ней-то. Какую она тебе жену-то подарила? Да достоин ли ты ее еще? Попроси. Он сидел-сидел. Я к этому еще не готов. Ну, ты признаешь, что ты не прав? Да, признаю. Ну, а чего тогда? Я не готов. Ну, ты умрешь сейчас. И еще готов-не готов. Пойдешь куда, как Феофан Затворник говорит, потащат в ад, говорит. Хочешь-не хочешь, пойдешь. Вот и все. Я мог бы этого не говорить. Я не могу не говорить, если на то пошло. Я вижу, обстановка подходящая. Вот сейчас, если он не переломится, так и останется, так и осталось. И потом осталось безумное хамство. Вплоть до самого нехорошего. Как я мог не говорить? Потому что я хочу, чтобы там было хорошо и здесь. И выход только через покаяние. Другого момента нет. Именно так, чтобы человек увидел, а он не хочет этого. Он хочет быть таким, какой он это есть. И ему каждое, что его давит, его свободу давит. Я говорю, ну с чем ты мотивируешь то, что ты не хочешь сейчас повиниться перед ней? Повиниться, то есть поклониться. Это тем более телефону. И она тебя с радостью встретит. Сопел-сопел. Я к этому не готов. Я этих слов вообще не понимаю. Это сатана заблокировал. Это одно любимое. Вот на меня нападает, который, допустим, я боюсь выходить на ответ. Потому что он еще сильнее начнет ериться. Я только усилию и молитву Господи. Помилуй его, помилуй. Я абсолютно точно знаю, кто восстает на меня, они все болеют. Прям в тот же день заболевают. У них все разваливается. Они не понимают. Я говорю, я молюсь за тебя, отступись. Повинись перед Богом. Мне не надо. Скажи, что ты не прав был. И тебе не надо никакой больницы будет. Вот в чем дело. Это Бог так делает. Бог. А не ничего. Это ваше дело. Но вы идете тем путем, который мы и должны идти. Вы должны действительно нам показывать, если вы видите это все. И каждый из нас между собой в общении должен так же поступать. По вашему примеру. Мы сколько раз уже встречались с вами. Я старался, чтобы вы не сидели минуты без дела. Это мой стиль жизни. И ты везде участвовал. Везде и корщевали деревья. Тут даже почтовый ящик мне сделал. И поехал в поездку. Абсолютно везде. Из лагеря вещи перевозить. Там бочки фотографии есть везешь. Что плохого-то в этом? Во-первых, ты помощник. А во-вторых, тебя не надо подталкивать-то. Я просто на тебя показываю, ребята. Старший, давайте ему подчиняйтесь. И начинается какой-то такой мятеж у людей. Это нехорошо. Надо учиться подчиняться без палки. Да. Наступило время молитвы, вопрос снятый. У нас братья-то хорошие. Это бывает так. Найдет какая-то на них. Хорошие, но у каждого есть... Ну, в общем, что тут говорить? Тут это понятно, что обличение должно быть. И обличение разумное такое. Да, немощь подходит. И поэтому, если где-то придется тебе говорить с такими людьми, которые явно нападают, а я их знаю, ты им скажи потихоньку. Скажи ответного чувства. Во мне они не вызывают. Это напрасно. Я не отвечаю ни почему-то, а потому что знаю, что огонь начнет разгораться сильнее. Мне не надо углей подкладывать. Я просто о нем молюсь, чтобы Бог утишил это. Обзывают он меня сектантом. Для меня это абсолютно, как вот говорится, отскакивает. Мне разницы нету. Ты докажи, что это не по Библии. А что ты меня обзываешь сектантом, фашистом, кгбистом, мне это никакой роли не играет. Это достойно того, достойно. И то, что ты мне скажешь, это всегда не столь верно будет, как я о себе знаю. Сто раз больше могу сказать. Вот и все. Я благодарю Бога, что Бог меня скрыл, и моими грехами, они не могут меня понужать, а только придумывают. Это раз придумывают, я сижу и улыбаюсь, значит, не обо мне речь идет. Это все придумано. Слава Богу. Спаси Христос. Ну, с Богом, да? С Богом, и на техниках. Давай, отключайся.